Всем привет! Вы на канале Бодимания. С вами сегодня Макс Новоселов. И сегодня мы узнаем новости из мира спорта и не только. Сегодня на новостях. Появились новые данные о состоянии Олега Жоха после страшной аварии в Украине. Его тело справляется, но с каждым днем он теряет память. Хабиб Нурмагомедов может сменить весовую категорию. Соревнования по самбо могут добавить в летнюю Олимпиаду игр 2024 года. Суд освободил Давидовича и отпустил его прямо в зале суда. Хабиб Нурмагомедов может сменить весовую категорию. Недавно на интервью Хабиб ответил журналистам на вопрос о том, может ли он драться в двух весовых категориях, чтобы получить два чемпионских пояса. Цитата. Очень тяжело сделать вес 66 кг. Даже когда я делаю 70 кг, я почти умираю. Сейчас мой вес 83 кг. Если я сделаю вес 77, то когда выйду в клетку, то буду весить 82 кг. Но Вудли или Камара Усман, бойцы топового уровня, которые обычно весят 91-92 кг, они сбрасывают до 77 кг. Но когда выходят в октагон, их вес доходит до 88-89 кг. Если я захочу драться с бойцами полусреднего дивизиона, то в клетке разница будет в 7-8 кг. Это очень большая разница. Поэтому мой вес 70 кг, и я хочу закончить карьеру в нем, сказал Хабиб. Такой большой вес гонять, это как бы, ну, в любом случае, это последствия. Это почки, это, ну, как бы, ты теряешь просто энергию, теряешь силы. В любом случае, это очень сложно. Это спортсмены только, конечно, в высоком уровне могут себе позволить такое сделать. Обычному человеку это, конечно, подобно смерти. Тяжело. Ну, тем более, в такие короткие сроки. Я в большой весовой категории, мне, как бы, нагонять вес можно гонять, смысла нет. Уйдет ли Хабиб из UFC? Абдул Манаб сказал, что после победы над МакГрегором у его сына множество предложений. Также он отметил, что у Хабиба остался один бой по контракту с UFC. Конечно, после окончания контракта UFC предложит новый. На 3, 4 или даже 5 боев, сказал отец спортсмена. Однако он отметил, что условия изменились и прежде всего финансовые. Если раньше у нас было 8 плюс 8 тысяч в долларах, то теперь это 8 плюс 8 в миллионах. Если нам такое предложение отклонят, то мы рассмотрим предложения других. Да, гонорары UFC, они на сегодняшний день очень большие. Это самая, наверное, высокооплачиваемая организация вообще в мире на сегодняшний день. Ну, в плане боев. Ну, конечно, существуют многие там японские, азиатские еще лиги, где тоже, в общем, немаленькие суммы. Но, тем не менее, это на сегодняшний день такая одна из самых известных и самая высокооплачиваемая. Я думаю, что такие гонорары, конечно, там возможны. Не всем, конечно, индивидуально. Совсем немного осталось времени до финала проекта «Мясорубка». 15 числа решится судьба двух поясов проекта. За два месяца парни научились работать в стойке и неплохо бороться. Все желающие могут поддержать участников на финале проекта в фитнес-клубе «Зебра» 15 декабря. Точное время мы сообщим позже. Появились новые данные о состоянии Олега Жоха после страшной аварии в Украине. На сегодня его состояние стабильное, но все также тяжелое. В прошлую пятницу мы провели еще одну операцию на левой руке, в которую вставили специальные пластины. Его тело справляется, но с каждым днем он теряет память. Он пока что не помнит ничего, что было после его 15 лет. Также на теле спортсмена осталось множество гематом. Олегу предстоит тяжелая и длительная реабилитация, которая пройдет в одной из израильских клиник. И Олегу все еще нужна ваша финансовая поддержка. Все желающие могут узнать реквизиты на официальной странице Олега или его супруги. Соревнования по самбо могут добавить в летнюю Олимпиаду игр 2024 года. Временное признание самбо Международным Олимпийским комитетом дает этому виду спорта шанс попасть в программу летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов, заявили эксперты. Статус будет действовать в течение трех лет. За это время Международной Федерации самбо необходимо выполнить несколько условий, включая соответствие всем требованиям Всемирного антидопингового агентства. Также организация должна заняться повсеместным распространением самбо на четырех континентах с проведением крупных международных соревнований. На решение комитета влияют и дополнительные показатели, такие как зрелищность, охват аудитории, коммерческая успешность этого вида спорта. По словам президента Василия Шестакова, за ближайшие три года организация сделает все возможное, чтобы единоборцы попали в программу летних Олимпийских игр. Я, как представитель этого вида спорта, вышедший из самбо и продолжающим заниматься, считаю, что это правильное решение, это такой вид спорта наш национальный. И я, конечно, всецело за включение этого вида спорта в Олимпиаду. Суд освободил Давидовича и отпустил его прямо в зале суда. Эрик Китуашвили, также известный под именем Давидович, выходит из-под стражи. Мосгорсуд постановил, что срок давности уголовных дел, которые были возбуждены против него, истек. Напомним, что Эрик находился в СИЗО с февраля 2016 года. Мы очень рады, что Эрик после стольких испытаний наконец-то на свободе. Не, Эрик нормальный, то есть я его смотрел в видеоблоге, а мне очень нравилось, особенно обсуждение машин в такой юмористической манере. И вот такая манера, как раз она лучше воспринимается к просмотру. Ну, мне, по крайней мере, это нравилось. Смотрите нас, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Хорошие.